Всем привет! Вы на канале Даня Плей и сегодня у нас будет обзор на набор Лего Звездные Войны под артикулом 75318 Малыш. Ну что ж, давайте начнем сначала с коробки. Вот коробка, кстати, очень большая, хотя и набор сам не такой уж и большой. Вот как выглядит коробка с задней стороны. Здесь у нас показаны функции и также вот размеры. Если вдруг кто не знает, какого примерно роста малыш, то вот можно посмотреть по размерам. И покупал я этот набор в детском мире и стоил он по чеку 4029 рублей. Заказывал я его на сайте. Также давайте посмотрим сразу инструкцию. Инструкция не самая толстая, но и не самая тонкая. Такая средняя инструкция и сейчас давайте сразу посмотрим наборы этой волны. Вот здесь две страницы. В принципе, я хотел бы еще набор 75292, но его не было в наличии в детском мире. Давайте начнем обзор этого набора с визитной карточки. Это стенд, на котором стоит, на котором даже расположен Баби Йода. Он в натуральном для Лего величине. Он очень маленький. Сейчас, кстати, к сравнению я смогу предоставить любую фигурку из своей коллекции. Вот, допустим, обычная Лего фигурка и вот такой вот маленький Баби Йода. Вот он примерно по ноге. Он-то небольшой. В принципе, прикольно. У него прорезиненная голова. Сейчас его, кстати, покажу поближе. Вот так вот. У него прорезиненная голова, то есть она может сниматься у него. А все остальное, это единая деталь. Ничего у него не двигается. Руки не двигаются. И крепится он на пин. На одиночный пин. Также на наклейке, которая прикреплена к этому стенду, находится подробная информация о Йоде. Можете ее прочитать. Теперь рассмотрим главную часть набора. Это у нас сборный Баби Йода. Сам малыш одет в мантию. Темно-песочного цвета. Да, она такая темная, коричневая. Ну, в общем, что-то такое. Цвет мокрого песка, если можно так сказать. Потому что на коробке у нас представлен немножко другой окрас. Видимо, фотографировали со вспышкой, поэтому сильно засвечена мантия. Давайте рассмотрим со всех сторон его мантию. Вот сзади у нас такой типа капюшон. Очень хорошая детализация его одежды. Мне очень понравилась. Сборка была очень интересной. Было, конечно, немного... В некоторые моменты было немного скучно собирать, но в целом мне сборка понравилась. Также давайте перейдем к его функционалу. Первая функция. У него открывается рот. Можно вот так вот открыть рот ему. Но это, конечно, слишком страшно. Я вот так вот немного приоткрыл. Так вот очень даже хорошо смотрится. Красиво. Также у него двигается голова. Так вот вперед-назад. Так же может в разные стороны вращаться. И у него еще могут двигаться уши. Уши как могут они вот так вот вверх приподниматься. Могут вообще вниз приподниматься. Я где-то так вот примерно на середине их держу. Так же в руке он держит. Насколько я знаю, я смотрел три серии сериала. И там уже был этот момент, когда Бэби Йода на корабле Мандалорца с рычага снимал вот такую сферу. Она, кстати, крепится у нас деталью 1 на 1 к ладони. Бэби Йода снимал эту сферу с рычага и просто держал. Она ему нравилась. Это, кстати, очень прикольно. Сразу напоминает сериал. Также у него двигаются пальцы. Двигается кисть у него. И вот вторая рука, которая опущена. Тоже двигается кисть. И пальцы тоже могут двигаться. Внутри там техниковские детали. Я туда лезть не буду, потому что его еще разбирать. Ну, в принципе, хлопот много. Так, набор мне очень понравился. Он, конечно, стоит своих денег. Правда, на него очень завышена цена. 6500. Но вот 4000 я за него отдал в детском мире. Я считаю, что это оправданная цена за этот набор. Так что ищите его в детском мире. Ищите его в разных других магазинах. Там, на toy.ru. Также, возможно, он есть в каких-то других магазинах. Ноунейм. Ну, конечно же, в мире кубиков он тоже есть. Но стоит он там по официальной цене 6500. Ну, честно говоря, я не готов отдавать такие деньги за лего набор. Всем удачи. Всем пока.